Новые жертвы следователя Сутягина. Это тот самый следователь, который отпустил на свободу насильника, а тот продолжил насиловать и стал убивать. В минувшую пятницу мы делали подробный репортаж о том, что Юрий Чекановский, в начале июля изнасиловавший и убивший девушку в автозаводском районе, ранее уже задерживался за подобные преступления. В 2013 году он напал на несовершеннолетнюю девушку, его потом задержали, случайно, по другому делу, но жертва его опознала. У следователя были показания жертвы, признательные показания самого насильника, где он говорит, что угрожал пистолетом и хотел изнасиловать, и имея такую, что называется, доказательную базу, следователь его отпустил, а в возбуждении уголовного дела отказал, а прокуратура этот отказ утвердила. Девочка была сиротой, вступиться за нее было некому, она пыталась добиться возбуждения уголовного дела, но безрезультатно. Семь лет не делалось ничего. Ну, после нашего репортажа следователь Руслан Сутягин сразу же был уволен с Следственного комитета, против него было возбуждено уголовное дело, а к нам в редакцию стали обращаться люди, пострадавшие от бездействия Руслана Сутягина. Работа Руслан Сутягин не только с сексуальными делами, но и по экономическим преступлениям. Все рейдерские захваты, они сопровождаются рядом преступлений. И мной было написано заявление в следственный отдел по Нижегородскому району, которое принял непосредственно следователь Сутягин, Роман Сергеевич. Тот самый следователь, который, в общем-то, по вине которого в недавнем времени произошло, в общем-то, я считаю, убийство в Автозговарском районе, который в свое время освободил от наказания и помог скрыть преступление насильнику и убийце, и в результате вот мы сейчас видим, что произошел такой несчастный случай. А вообще конкретно тяжкое преступление. В моей ситуации речь идет не о тяжком преступлении, но идет речь о преступлении против правосудия. Изначально он некоторое время, около полугода, просто не регистрировал мое заявление. И судью Нижегородского районного суда 9 августа 2019 года было вынесено постановление, в котором он признал бездействие следователя Сутягина, выразившееся именно вне регистрации этого преступления. А следователь Сутягин отказал в возбуждении по факту предоставления в суд поддельного документа. То есть на сегодняшний момент у нас есть два решения суда, признающие бездействие следователя Сутягина. Я являюсь потерпевшим по уголовному делу, которое было возбуждено в марте 2015 года следователем Сутягином Русланом Сергеевичем. И уже в июле 2015 года следователь Сутягин вынес постановление о прекращении уголовного дела. Не соглашившись с решением господина Сутягина, я обращался в различные инстанции. И в конце 2017 года с личного приема у руководителя Следственного комитета постановление Сутягина было отменено. Вообще все проигнорировал. Не изучил эти факты, не произвел оценки очевидности преступления по 196 статье. И опять прекратил уголовное дело уже в апреле 2018 года. Действия следователя Сутягина нанесли мне экономический урон. Это не так страшно. А вот его бездействие в области уголовных дел. Для меня был шок, когда я узнал, что следователь Сутягин прекратил уголовное дело против серийного насильника. У этого человека в 2009 был инцидент, в 2013 и сейчас в 2020, вот уже как финальный. Но вопрос еще можно задать и другой, что с 2013 по 2020 этот серийный маньяк, он что сидел дома и смотрел только телевизор. Я неоднократно обжаловал бездействие следователя Сутягина в прокуратуру, в том числе в прокуратуру Нижегородской области. Прокурор, в общем-то, закрывал глаза и узаканивал его процессуальные решения, которые он выносил. В том числе и то процессуальное решение по факту изнасилования. Когда он писал отказной, кто-то его узаконил, кто-то из прокуратуры. Здесь также, в моей ситуации, также я знаю фамилию конкретного прокурора. Озвучивать я ее сейчас не хочу, я буду писать жалобу в Генеральную прокуратуру, пусть они там сами разбираются в своей епархии. Но однозначно все преступные деяния следователей проходят под, скажем, четким надзором и руководством надирающих прокуроров над ними. Ну, если в ситуации с изнасилованием там много вопросов, как за деньги он это делал или без денег, то моя ситуация, когда это спор, коммерческий спор, и где фигурируют большие деньги, ну, почему они принимают позицию следователя и позицию преступников, здесь вопрос, конечно, очевиден. Хотелось бы достучаться до руководства областной прокуратуры, чтобы они провели служебную проверку по данным фактам, потому что, в общем-то, их неподчиненные совершают должностные преступления, я считаю. Кстати, в прокуратуру в Нижегородской области мы отправили свой запрос еще в конце прошлой недели с просьбой прокомментировать, почему прокурор спокойно утвердил постановление Руслана Сутягина об отказе в возбуждении уголовного дела, несмотря на имеющиеся показания жертвы и признание самого насильника. И если Следственный комитет на сообщение об этом вопиющем случае отреагировал сразу, следователь был уволен, возбуждено уголовное дело, то в прокуратуре до сих пор даже каких-то минимальных комментариев нам предоставить не могут.